МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как альтернатива лишению свободы. Пребывание в исправительном центре может быть не только наказанием, назначенным судом, но и мерой поощрения тем, кто отбывает наказание в исправительных колониях. Такие встречи в местах лишения свободы проходят довольно часто. Но если в колонии общественники в беседе с осужденными ставят акцент на необходимости получения новых, востребованных на свободе, специальностей, то здесь, в офиц, на предотвращение новых нарушений закона. Здесь уже дополнительно мы ведем с ними беседы на эту тему, так как самое главное – это не допустить рецидива. Когда осужденные, не найдя себя в жизни, не получив определенный, скажем так, должный уровень образовательного ценза, они возвращаются назад, совершив то же самое правонарушение, как правило, по нарастающей доминанте, совершив его в более тяжком сегменте. Среди обитателей центра как мужчины, так и женщины. Основная статья, по которой здесь исполняется наказание – 228-я. Да и в исправительных колониях на сегодняшний день большинство осуждены именно за сбыт и распространение наркотиков. Поэтому в последние годы общественность, власть, правоохранители делают все возможное, чтобы огородить жителей региона от этого зла. Мы должны быть единым, целым, здоровым, нравственно, духовно, физически, патриотическим организмом, который должен противостоять любой инфекции извне, без использования каких-нибудь химических препаратов. Для помощника начальника регионального ФСИН по организации работы с верующими, протеерея Михаила Беляева, встречи с осужденными проходят практически еженедельно. Он уверен, такие беседы необходимы оступившимся людям. Как земледелец весной семена бросает в землю, а у земли есть уникальное свойство рождать из этих семян плоды. Так и священник. Он бросает семена, Слово Божие, в души, условно-каллегорически в души земли этих людей. И Бог уже сам вырастет в каждой душе то, что в ней возможно вырастить. Поэтому я надеюсь на милость Божия, что Господь все-таки не оставит. И вижу отклик в их, они все глаза у них горят, так вот с интересом многие слушают. И я надеюсь, что эти слова не бесплодны, а пользу они кому-то принесут.